Вебинар «Как я могу узнать волю Бога?» В течение тысячелетий человечество Земли было благословлено посещением бесчисленных множеств высокоразвитых душ, аватаров, христов и космических существ, когда ангелы, несомненно, пребывали с людьми. Воистину, в каждом поколении отец посылал на землю своего сына, свой свет и свое сияние. В основном и до сих пор, по выражению апостола Иоанна, «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». В нынешнюю эпоху высокоразвитых технологий, ортодоксального богословия и полного погружения в материализм, когда силой тьмы угрожают цивилизации, тотальным уничтожением Бог счел целесообразным вновь послать лучи надежды в этот темный мир. В августе 1958 года Дорджилинский совет Великого Белого Братства одобрил план вознесенного мастера Эль Мурия основать саммит Лайтхаус – вершины маяк, для чего кормническим правлениям были дарованы необходимые диспенсации. В этом же месяце в Вашингтоне вышла в свет первая «Жемчужина мудрости». «Жемчужины мудрости» – это еженедельное издание наставлений вознесенных владык, которое выпускается под их руководством и утверждается Дорджилинским советом Великого Белого Братства. Эль Мурия сказал о «Жемчужинах мудрости» следующее. «Наши идеи рождены в пламенном сердце самой истины. И счастлив тот, кто сможет разделить достославную карму, созидание совершенства, которое мы приведем во внешние проявления через Вас, если Вы согласитесь добровольно и радостно послужить этой цели во имя самой божественной любви и властью ее». Владыка Эль Мурия, основатель саммит Лайтхауза, является Чаханом Первого Луча и главой Дорджилинского совета. Он преданно служил свету во многих своих воплощениях. Он воплощался сыном Еноха, который перенесен был до отдел смерти. Он был пророком, который проник выше октавы света в древней земле Ура-Халдейского. Он приходил уроженцам Персии, поклонившимся единому богу Ахура-Мазде. В этих и многих других воплощениях он учился экспериментировать с небесным электричеством, проникая все глубже и глубже в тайну духовной энергии, текущей через человека. Позднее он достиг совершенства в творческом использовании фахата – электрической силы космического сознания, которое, будучи приведено в действие божественным указом, будет способствовать ускорению эволюции Вселенной, галактики, Солнечной системы и человеческого существа, приводя эти эволюции к божественному завершению. Наука фахата доступна лишь посвященным высокого уровня, поскольку она может быть использована как для созидания, так и для разрушения жизни. Нам интересно узнать об основателе Саммит-Ландхауза, потому что в течение многих своих воплощений Эль Мория готовился оказывать поддержку этому всемирному движению. Его преданность и образ жизни приводят нас к пониманию смысла и цели, которые заложены в идее создания этой организации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...